Молодцы, ребята. Говорят, а вы зачем здесь на нас? Мы говорим, чтобы людям возвестить, что ждет этот Содом и Гоморру, по Слову Божию. Что тут творят? Свидетельствуем, считаем Евангелие. Вот я уже 82-й день здесь. Есть люди, которые слушают, как будто ждали. А вы верующий человек? Как говорите? Верующий человек. Конечно. А вы в Российскую церковь верите? Или именно в Бога? Я в Бога верую. И, конечно, церковь, которую Господь создал. Об этом говорится Евангелие от Матфея 16-18. А к церкви именно как относитесь? Ну, церковь одна у него. Он говорит, создам церковь. Не сказал церкви. И поэтому, как относитесь? Люди разные. Каждый отвечает за себя. Господь призвал и сказал, когда мы ходим во свете Его, во свете Слова Божия. Он дает благословение. Вот об этом написано, даже если будем считать, Евангелие от Иоанна 3-я глава. Говорит, верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную, а не верующие не увидят жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Все тут непонятно. Если взять по делам, как, тоже Библию указывает, второе послание к Коринфянам, 5-я глава, 10-й стих. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Тут ясно сказано. И об этом Иаков пишет. Говорит, вера без дел мертва. 2.18, он говорит, покажи веру твою без дел твоих, а я покажу тебе из дел моих. Христово говорит, город на вершине горы не может укрыться. Организации, которые в России, допустим, Российская Православная Церковь, как вы к ней относитесь? Российская? Вы имеете в виду зарубежная? Нет, я имею в виду конкретно к организации. Патриархату Российскому как относится? Это не российская, а русская. Вы название неправильно дали. А российская, это зарубежная РПЦЗ. А в чем мне относиться-то? Относиться не надо, мы признаем все. Вот у нас 3 февраля, тут такая небольшая памятная дата. Мой родной брат, ему 40 лет, как он в священном сане, Криспитер. И у нас тут служил алтайский митрополит Сергий. Очень хороший, как отец родной. Иванников фамилия его. И он приехал сюда. Я такого еще не видел, чтобы так было. Он наградить решил брата. А сам с командировки, видимо, быстро заехал. Так он с себя крест снял с украшениями. И, говорит, награждается за безупречное служение Богу крестом. С себя снял, а на него надел. Ну, до того интересно так. Вам не кажется странным, что российские патриархи, высокопоставленные служители, ездят на дорогих машинах, владеют яхтами. У них многомиллионные капиталы. Я это хорошо знаю и думаю, что не хуже вас. Нет, я не спалю. Так, и что там, как-то продавали беспошлино водку и табак. Там его зовут не Кирилл, а Курилл. Это мне все известно. Из тех, которые рядом люди слышат. Андрей Курайов не отрицает этого. Он говорит, да, было. И мне зачем отмечать? Мне надо свою душу спасать. Мы за патриарха молимся. Но я им всем писал, и патриарху этому, и Алексею, и Пимену, и ВООН, что за все будете отмечать. Если бы я молчал, то согласно Иезекииля, 3 глава, 18 стих, если ты видел согрешающего и ему не сказал, он погибнет, а его кровь я взыщу с твоей головы, Господь говорит. Но я говорил им, писал. Притом, с каждой Пасхой, поздравляю, я рассылал послания по всем архиереям. И сейчас уже вначале купели строить. Для крещения надо 3 условия. Три. Первое, чтобы человек уверовал. Кто будет веровать и креститься. Второе, троекратное полное погружение руками законного священника. И третье, бесплатно. Сегодня все 3 условия нарушаются. Мокрые ладошки по голове, ни минуты не учили. И дай деньги. То, что человек должен быть согласен. То, что детей крестят в младенчестве, по сути, без их согласия. Это же неправильно. Человек должен сам прийти к Ленингу. Конечно. Это на все ответ есть. Я не просто верующий, а я 56 лет проповедник и миссионер. Вот у меня вышло из печати 38 томов книг. Я преподавал одновременно в пяти университетах, три радиопрограммы, во всех отделах милиции, воинских частях. То есть заводы и фабрики. Это все Господь дал мне говорить. И теперь, когда книги уже были изданы, мне Бог положил на сердце подарить книги в библиотеке. И мы проехали из Алтая, в Барнауле живем, до Владивостока. С нами собака была, мы трое, два проповедника и шофер. И мы, собака даже искупалась в Тихом океане. Теперь приехали, книги забросили границы, проехали до Лиссабона, до Лиссабона, Португалия, Атлантическом океане. Прошли Прибалтику, Скандинавию и Север, прошли Турцию. Шесть мусульманских республик, 650 городов посетили. Подарили книги на 35 миллионов примерно. Это Бог делает, это невозможно выполнить. Где мы ночевали, в лесополосах, и мы остались живы. Пили сырую воду, половину земного шара, 120 тысяч километров проехали, три раза по экватору. И никто не заболел. У нас святая вода с собой, проспоры были. Мы еще, мы на деле показали, как можно жить. В Швеции сломались, и там на эвакуаторах дотащили нас до Балтики. А потом переплыть надо. Позвонили, а куда? Деталей-то такой нету за рубежом. Нас в Калининград отвезли на эвакуаторе. Отремонтировали. Теперь мы уже попутно заехали на Нижний Новгород, где наша грузопассажирская «Газель». И как там принимали, это вообще не выскажешь. В Австрии перед нами на колени становились, перед машиной фотографировали. Россия, Путин, «Газель». Путин и «Газель». А мы все снимали, это все стоит. У нас видеоканал, называется «Во свете Библии», открытым оком. «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вот зарядите. У нас 15200 роликов. А, нашли, 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 да. И вот там, если по плейлистам начнете искать, допустим, дети, и сразу увидите, какие у нас дети. Если зарядите там митрополит, увидите, как у нас служба идет. Если зарядите деревню, мы с нуля строим православную деревню. 21 тысяча погибли, а у нас с нуля. А водки там, табаке даже не слышно. Даже везде заезжаешь и табличка. На территории деревни курить запрещается. Говорят, ничего нельзя сделать. А я всегда отвечаю, да ничего не делали еще. А будем делать? Господь благословит? Будет. А напрасно бодрится и страж, если Господь не охранит город. Так Давид говорил. Человек сам должен решать, что ему делать. Как? Почему нельзя пить? Человек же сам должен решать, что ему делать. Конечно. Но зачем запрещать тогда? Это же неправильно. Неправильно, пускай он делает, и кто ему запрещает. Там написано, на территории деревни запрещено пить. Вот на деревню, мы ее зарегистрировали. Устав в краевом отделе юстиции. Это мы имеем право. И везде пишется в кабинет, и курить запрещается. Ничего в этом нет. А то 27 лет, и никто не закурил ни разу. У нас в брюках женщины... Как вы к этому пришли? Как говорите? Как вы к этому пришли? А видя беду везде. 21 тысяча поселений рухнули. Вокруг нас деревни, которые в Алтайском крае. 400... Я немножко про другое. Я именно про вашу юность. Да, вот про религию. Как вы пришли в религию? Я родился в старообрящей семье, беспоповской. Называется Киржаки. Я с детства знал. В каком возрасте? Может, два с половиной года было три. Есть Бог. Есть суд Божий. Страх Божий перед Богом. Нельзя делать, мать сказала, в пионеры вступать, там, с женщинами дело иметь. Воровать, сквернословить. Это... Меня Бог от этого спас. А Библии-то не было. И в 23 года после армии впервые мне Библия в руки попала. И уже... Ну, говорят, как уверен, у вас какая-то трудность была, там, проблема. Я слово «проблема» исключаю. Нерешенный вопрос. Как? Я не знаю, как. Но Господь меня все время к этому подвигал. Служил в морфлоте и в ракетных войсках. Вернулся когда? Опять на Балтике. Пошел на море. Ну, вот что ты любишь? И Бог тебя на этом поймает. Я очень любил бабушек. Вот они такие, какие-то согнутые, там, не дают им что-то. Я где не увижу, стараюсь чем-то помочь, там, подать им. И вот гляжу, я сошел в кино, ну, корабль на рейде стоит, вот. Она сумки несет. А я сумки схватил у ней, давай, баба, помогу. И сразу спросил, у вас где-нибудь люди собираются, молятся? Она говорит, а вот здание большое. Я, говорит, не знаю, кто там. Это оказалось баптистское, латышское. А мне вот опять все у Бога вымерено как. У нас в школе не было иностранного языка в деревне. Учитель был там, кажется, Карл Ильич, Зейдлис. И он умер. Я успел два слова заучить. Даркнаба и Дарафа. То есть мальчик и я, бездьяна. И в 10 классов кончил, а иностранного языка не было. И вот когда я учился в техникуме, и в это время я очень много читал, это попутно сказать. Вот читаю «Война и мир», и там целые страницы по-французски. Я говорю, ну, почему мы-то ничего не можем? А кто-то из студентов говорит, ну, вот и выучи. А я не люблю, когда так разговаривают. Думаю, это что ж такое-то? Я пришел вечером и узнал у соседки. Девчонка учится там в 7 классе. А учебники есть. Она мне дала учебник немецкого языка. Я через 6 месяцев уже в немецком собрании проповедовал самостоятельно. Я и не знал, что во мне это есть. Я тут же занялся английским, французским сразу. А тут призыв в армию. Это Бог делает. И вот когда эту бабушку я подвел к этому, зашел, а уже в Латвии дело, в Венспилс город. Вот зарядите такой ролик один, называется «52 года в пути». 52 года в пути в Венспилс. Если вы верующие, вы будете плакать со мною. Нашли, нашли. Нашли. Я вот в этом, у них, я там покаялся дома. Я не был баптистом ни одного дня. Дали Евангелие. Дали Евангелие, но я в этот же вечер на корабль. И вот когда я склонился молиться там у них, сказать так, когда я зашел, а там у дверей там охранник, не охранник, а за порядком смотрит. И говорит, вы понимаете, что он говорит? А я по-латышски уже разговариваю. Через три с половиной месяца я уже с ними уже разговаривал. Я говорю, я не понимаю. Как не понимаете? А по-латышски он со мной разговаривает. Вы же говорите. Я говорю, тут слова неизвестные. А там блаженный, нищий духом. Я не знаю ни нищий, ни блаженный. А где бы я их встретил-то? А он говорит, а вот дверь идет, русское собрание. Я туда зашел. Я и там не понимаю ничего. Понятно, что я оказался не совсем тот. А в это время я добился разрешения, поступил в училище. Конкурс 14 человек на место было. Сдать три курса за один год по выбору комиссии на одном из состранных языков. С выходом за границу. То есть у меня прекрасное будущее. А внутри пустота. И вот тут, когда я склонился молиться, а они сказали, а они оказались баптисты с писятниками, говорили они на языках. И они говорят, вот Бог сделал так, говорили, как, совсем не учились и на другом языке? А как это может быть? А вот на второй главе Деяния апостолов меня Господь поймал, там на бабушке поймал, а тут на языке. Он говорит, простите, чего не хватает. А я молился, Богородица, Дева, радуйся, достойно есть якова истину. А своими словами-то я не знаю. Он говорит, ну молить еще у вас не хватает. Здоровья есть, деньги есть. Веры нет у меня. Я говорю, Господи. Первый раз в 23 года сказал, дай мне веру. И вот дай мне веру. Бог как отвечает. Вот бывает в горах, когда ты идешь туристом, большой груз тащишь. И когда снимешь, тебя даже еще вперед наклоняет. У меня вот такое состояние, как будто я даже качнулся. Я не слышал. И как будто эхо пошло. Верю, верю, вот так вот. Я встал, верю всему по сегодняшний день. И вот от 52 года в пути, вы послушайте, я приехал туда через 52 года. Привез книги, которые издал, подарить. А нету дома. Я тогда встал книги эти дарить тем, что какое здание. А там что-то по стоматологии. А это испугалось, там увидите. Испугалась это, ну кто там, уборщица или кто. Она вызвала полицию. А нам как раз полиция и нужна. Ну я там полиции что-то подарил. И вот я там склонился и плакал. И кто бы не смотрел этот ролик, все плачут. Вот как Господь ведет. Ой, росли. Вы с церкви же росли, да? Что-то плохо слышно. Вы с церкви же росли. Ну сейчас, где я, я хожу в церкви, я правильно понял вопрос? Нет, вы выросли в СССР же, получается? Получаете? Что получаете? Вы выросли в СССР же, получается? Да. А там не было проблемы с религией? Там же была пропаганда атеизма? Так я сколько отсидел-то? Пять тюрем прошел и лагерь, за слово Божие-то. У меня 26 лет только гнобили про психиатрию и все. Я же не молчал. Я на корабле, когда вернулся в этот вечер-то, и всем стал говорить. А до этого мне характеристики блестящие. Член судового комитета. А тут сразу бродят по религиозному болоту. Ну и авторитетом не пользуюсь. В один день характеристики все изменили. Я это все испытал. Я теперь реабилитирован 4 января 92-го года. А помилован, когда сидел в лагере 25 марта 87-го года. Помилование, не реабилитация. Поэтому, когда я вернулся, я стал сотрудничеством с местной тюрьмой. 3700 человек. А раз я был, я знаю, о чем они думают, о чем говорят между собой. И у меня такой там авторитет у них был. Из-за чего? Потому что я зэк. Я несу им Евангелие. На Пасху там яйца купили. У них одежда, там мыло не дают. Я иду к прокурору края по защите прав человека. Ходотайствую за них. Доконя освободившись, меня старались найти, отблагодарить. Это Бог делает. А будь без Бога, кому я нужен-то? Вот и весь ответ. Это Бог. Живой Бог. У меня много бесед с баптистами были. Мы православные. Сколько баптистов приняли крещение. Вот если хотите узнать, это Хакасия, около Красноярского края, город Абакан. И там служит отец Геннадий Фаст. Он минонит, немец. Он был преподаватель Томского университета, молодой ученый. И мы первый раз с ним встретились. И помню, кажется, в 5.30, что ли, мы утра закончили беседовать. И он принял православие, стал священником. Сейчас он доктор богословских наук. Какие он книги написал, удивительно. Немец. Другой религии. Бог делает так. А сколько людей в тюрьме пришло, сколько я был. Это Бог... Это не мое, никак. Следователь обратился. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Сегодня не могут даже узнать. Там, может, сотня, может, тысячи. Это... А как вам относится к разделению христианства? Да, христианства. На католичество и православие. Ну, я вам скажу, что церковь одна. Господь говорит, создам церковь мою. Евангелие от Матфея 16-18. Если мою, значит, она его должна быть. А дальше считаем 28-18. Матфея, он говорит, и все, я с вами во все дни до скончания века. Во все дни. Не так, что год был, не был, а потом опять. И когда беседуем с сектантами, мы говорим, ну, допустим, ну, самое правильное из сектантов, имею в виду, это баптисты. Они верят в искупительную жертву Христа, верят в Троицу, верят, что есть наказание. Ну, то есть, у них... Они самые близкие к православию, и Библию, при том, синодальную нашу имеют. Правда, 11 книг выбросили, неканонические. Вот. И когда эти люди встречаются, вот так, беседуешь с ними. У меня было так, в одном собрании дали слово. 450 человек одновременно все готовы сегодня принять православие. Это Бог делает. Человеку это абсолютно не подвластно. Это благодать Божия. Я вот 56 лет на этом пути. А как принимают православие? Ну, как? По-разному. По-разному. Как сказать? Я сейчас опущу солнце, тут сильно светят глаза. Смотря как. Ну, допустим, если ты был католиком, ты, получается, уже окрещенный. Как принять православие? О, правильно. По пальцам загибаем. Церковь, она имеет, кажется, как... Ну, неправильное выражение. Это оно как на дереве пять ветвей, у которых есть законное рукоположение пескопата. Первый, католицизм, это и старые католики. И православие, там, это и старобрядчество, белокринитская иерархия, и новозыпковская. Третье, Григорияна Армянская, апостоличная. Копты и сирийцы. Вот. Пять ветвей. Это церковь. За этим церкви нету. Все там Дофана, Верона и Кореи, потомки их. Число 16 глава. Если человек не имеет рукоположения, он не имеет и благодати. Потому что через рукоположение апостольских рук сходит Дух Святой. А они передали епископам следующим, следующим. Непрерывная связь. Если связи нету, все, самозванство. Дофана, Верона и Кореи. А как же другие религии? Буддизм, ислам? Я как-то тут статью напечатал. Что буддизм, это чисто от сатаны все идет. Ну и отдельный ролик перепечатали. Так тут какой-то нажаловался. Полиция приезжала. С меня показания снимали. Я говорю, это статья дореволюционная еще написана. Это вы что, мужики? Да? Они думали, я-то какой экстремист. Ну а кого? Мусульмане? Ну мусульмане, что сказать? Они со мной тут беседуют. Я им показываю. Что такое? Коран. Я говорю, считаю, что написано? Они можете говорить, а тут баран. Вы такие же, как мы, православные. Не знаем церковнославянский, а вы свой. А что они знают? Христос вознесся на небо. Иса. Это не наш Иисус. Наш умер за грехи людей. Вот мы в поездке были, в доме мулы ночевали. Почему буддизм от станы? А там ничего нету. Там ничего нету от Бога. Абсолютно. А Будда это и не религия даже. Это состояние человека в нирване, достигающее подобного. Это... У Китая-то у них никакой религии нету. А что там буддисты, другое, это тысячи будд. Это не мусульмане единобожники, мусульмане. Это у них один Бог. Но у них нет понятия о Троице. И что он Богочеловек. Они никак не могут понять. А когда понимают, они сразу принимают христианство. Вот в прошлом году у нас тут хрестился мусульманин. Но именно христианство – это верная религия. Нет же никаких однозначных предпосылок. Есть. Есть откровение Божие. Далее. Мы считаем Ветхий Завет и иудаизм. И уже сколько было предсказаний, как Исаия, 53 глава. Изъязвлен за грехи наши, мущим за беззаконие наши. Рано в его мы исцелились. Какая религия может показать? 300 почти пророчеств о Христе. О Христе. Они все исполнились. Это же статус из Ветхого Завета, который миллион раз был переписан. Люди могли дописать туда свое. Если вы знаете действительно как, или только то, что слышали. Когда переписывают, какие условия? В какую одежду должен быть переписчик одетый? Какие чернила? И когда какую букву он пишет? Слово «Бог» когда пишет, хотя бы стреляли там. Царь его дергал. Не имеет права отставить. И вот они пишут строчку. И после строчки он написал, и сразу начинает считать буквы. А в оригинале, с которого переписаны, там написано. Здесь 53 буквы. Без пробелов. Считает 53. Все. Тогда ставит 53. Пишет дальше. Вторая строчка. Господь говорит, я бодрствую над словом моим. Я бодрствую. Небо и земля исчезнут, но не одна иота, не одна черта из закона. Вы читали это на древнеславянском? Ну, я читал на разных языках. Но наш русский перевод, синодальный, лучший за 2000 лет. А перевод не может в точности передать смысл? Ну, вы слышали о таком священнике Александр Мень? Вообще ничего не знает священника. Ну, это был энциклопедист, еврей. Это вся элита, богема Москвы и других. Это его паства была. Мы с ним однажды беседовали. Его зарубили топором. Мы с ним беседовали. А он-то и читает в оригинале еврейские книги. Еврей. Я говорю, а вы могли бы переводить так, как переводил Хвольсон, Данил Абрамович, или Павский, Герасим Петрович? Я называю переводчиков синодального перевода, который вот в этой Библии есть. Так он от меня даже отшатнулся. Да вы что? Таких переводчиков нынче нет. Вообще нету. Переводили четыре духовные академии. Один из трех преступственных в месяц и дней синода проверяли, сверяли. И в 1876 году вот этот синодальный перевод вышел. За две тысячи лет это самый лучший перевод во всем мире. Самый точный. Его сверяли с арабским, с латинским. И теперь на этих словах, как Иоанн Златоуст проповедовал, какой смысл был. А Златоуст, когда проповедовал, было четыре перевода. Семидесяти. Симаха, Феодиатиона и Акилы. И он их брал и смотрел. Я сравнивал на разных языках. Библия наша абсолютно точная. Никаких ошибок при переписке не было ни на одну букву. Я могу сказать, сколько в ней букв. Сколько? Вот вы желаете узнать? В сравнении с Кораном. На Коран вот я написал Господь. Господь позволил. Целая книга, том. У меня каждая книга. 752 страницы. Все суры и аяты провожу на Библию. В каком месте, где об этом говорится? Как он передан? Вот Ибрагим. Это Авраам. Я сколько раз в Библии назвал? Сколько у них? Почему? Если говорят Сулеймана, это значит Соломон. Я их спрашиваю. Скажите, Сулейман это Соломон? Да. Сколько Соломон написал книг? Не знают. Сколько притч? Не знают. А почему в Коране не написано? Три книги, притчи Соломона. Почему ни одного стиха не привел автор? Потому что он не знает и не считал. Он на слух брал все. Я им доказываю. И мусульмане склоняются. У меня три слова табу. Это Аллах, Мухаммад, Коран. Я с ними беседую, слова не произношу. Меня Бог послал Евангелие проповедовать, а не Коран. И когда начинаем смотреть, сравнивать, они останавливаются. Вот мы в дороге были, в доме мулы ночевали. Вместе в мечеть ходили, я там молился. Вот зашел, а у них между намазами время, между молениями. И они сидят там, ну, усы сбритые, а бороды есть. И вокруг, по стене. Ну, я зашел, у меня носки дороги рваные были. Мы дорогой разулись тут, у них об уши не зайдешь. А носки рваные, я взял, носки снял и босиком. Ну, зашел, ну и давай молиться. Прочитал молитвы и последний поклон, как они делают. Головой вниз и молиться. Когда я встал с молитвы, то они вокруг меня уже стоят. Вот так вот, как три кольца. Какие глаза у них, это воины настоящие. Ну, вот я стал говорить. Я сейчас закончу. Когда я кончил говорить к ним, они мне по плечу хлопают, улыбаются. Меняет Бог мгновенно людей, отношения. Я им сказал, мы проехали вот столько, шесть мусульманских республик. Мы во Франции, везде, в Испании встречали мусульман. И ни один мусульманин нам не сделал никакого зла. Они, если мы молимся, они никогда в обиду нас не дадут. Они талантливы, религиозны, но истины не знают. Спасителя у них нету. Вот мы в доме, мол, и беседуем. Я взял за основу беседы ринвум 6.23. Возмездие за грех смерть. Все согласились присутствующие до смерти. А дальше что? Утром его расстреляют. Что? Делают добрые дела. А он уже всю ночь, утром расстреляют. А у нас спаситель. Я сказал, Господи, прости, как разбойник на кресте. Не знал, виновен, раскаивайся. И я прощенный. А дальше? А дар Божий, жизнь вечного Христа Иисусе. Вторая часть половина. И у нас все это заснято. Вы найдите. Игнатий Лапкин, мусульмане. Вы сразу в доме муллы. Ролик, вы увидите, как мы там беседуем. Вот как я вам отвечаю. Вот. Вот если вы зайдете, я повторю еще раз, во свете Библии Игнатий Лапкин, но только через гугл и сайт, сайт, взойдете на сайт. Там государственные фильмы у нас сняты. Вот на такие бобины снимали. Это не просто фильмы, а занявшее первое место на международном киноконкурсе. Первое место в России. Вам будет очень интересно. Тем более я отвечаю на разные вопросы студентам, по радио. Ну хорошо, мы посмотрим, спасибо. Как? Посмотрим, спасибо. Да. А если зарядите форум, так же во свете Библии Игнатий Лапкин, 1603 темы форум. И там написано поиск не по темам, а общий поиск. Нам спать уже надо, опять же. Да. Это у всех так говорят, когда говоришь. Куда-то торопятся. Торопиться надо только в одном месте, говорится. Не торопиться, не торопиться. Не торопиться, когда читаешь Библию и молишься. А везде надо торопиться. Это хорошо вы делаете. Так, ребята, если я вам потребуюсь, в скайпе зарядите. Скайп. Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет с этой именем и фамилией. Приготовьте вопросы и можете прийти с друзьями. Но я отвечать буду только по Библии. По святым отцам, по житиям и по канонам. Четыре параметра. Хорошо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»